Кумавия А теперь останемся на том же Пиренейском полуострове и переместимся только в младшую соседку, ну не в смысле возраста, а по географическим размерам, страну под названием Португалия. Сказка, еще раз повторим, Кумавия. И если нам, конечно, тут понравится, то задержимся тут подольше, надеемся. Кумавия Португальская сказка Жили-были два кума. Один был очень богат, а другой очень беден. И последний все ломал голову, как ему заволодеть деньгами богача. Ну, чисто европейская, так сказать, проблема. Как Тарас и говорит вам жене, вот что, ты сходи на базар и купи куропатку. А я отправлюсь на охоту вместе с нашим богатым кубом и перехвачу с собой одного из наших кроликов. Во время охоты я подстрелю куропатку и прикажу кролику отнести ее домой, чтобы ты ее изжарила. А потом приглашу кума к обеду. Он обязательно захочет купить кролика, и я запрошу за него большие деньги. Ай, зависть, это, конечно, страшная вещь. Сказано и сделано. В разгар охоты бедняк и говорит кролику. Беги-ка, дружок хозяйки, и попроси ее, чтобы приготовила нам эту куропатку. Да повкуснее. Скажешь, я кума к обеду пригласил. И незаметно дал кролику пинка. Так что тот сразу же пустился бежать. Богатому куму не терпелось скорее дойти до места, чтобы узнать, выполнили ли кролик поручение. Вот пришли они в дом бедняка, и хозяин спрашивает жену. Ну что, изжарила ты куропатку? Наш кролик передал тебе мой наказ. А как же, передал? Куропатка готова. Я уж для нашего кума постаралась. Богатый говорит, кум, продай мне твое кролико. Да как же я могу его продать? Он ведь у меня на посылках. Продай, кум, пожалуйста. Я тебе за него кучу денег отвалю. Ну, сделка состоялась. Продали кролика. Обыкновенные, длинноухие. В крольчатнике еще несколько таких копошилось. Вам понятно? Да, нам понятно. В первый же раз, как богач послал кролика с поручением, тот бросился исполнять его так проворно, что с тех пор хозяину на глаза уж и не попадался. Знакомо все, друзья, а как же, обычная история. И вроде бы и магии нет, а все как по велению волшебному. Коль разум есть, и есть глупость, и жадность, и есть их извечное противостояние и борьба между собой. А тем временем бедняк успел истратить почти все деньги, пока мы тут рассуждали. Вот он и говорит жене, надо пораскинуть мозгами, как бы еще у кума гроши выманить. Какую бы ему еще ловушку расставить. Слушай-ка, ты почисти старого осла, а я ему в кормушку горсть мелких монет подсыплю. Куму же скажем, что он делает деньги, и мы уже на нем разбогатели. Сказано, сделано. В один прекрасный день, когда кумовья снова охотились вместе, богач заметил, как ослик делает деньги. Кум, продай мне ослика. Да как же продать? Ведь я уже разбогател на нем, как только мне нужны деньги, он мне их делает. Нет, никак не могу. И потом, разве ты забыл кролика? Я его тебе за бесценок уступил. Я у тебя, а он у тебя сразу же и потерялся. Кум, продай осла, богом прошу. И богач принялся уговаривать кума с таким упорством, что тот в конце концов сдался и продал осла за кругленькую сумму. Богач отправился домой со своей покупкой, отвел ослу, отличное стоило, и насыпал полную кормушку еды. Но ослик больше денег не делал. Через несколько дней богач отправился к своему куму. Ты меня в дураках оставил, сучил мне самого простого осла. Сам-то я буду большой дурак, если еще хоть что-нибудь тебе продам. Ты все испортишь. Сам не умеешь ни с чем общаться, а потом говоришь, что я тебя обманываю. Хорош, гусь. Конечно, трудно поверить, что такие глупцы среди рода людского есть. Да, что удивительного, если бог дал жадность, а ума не прибавил. Ни тому, ни другому. Ну, каждому по-своему, конечно. Хитрость – это не ум. Это лишь средство к обману и унижению твоих близких. Ну, а тем временем деньги, вырученные за ослика, тоже стали понемногу таять. И говорит тут бедняк жене. Слушай-ка, добыть индюшачий зоб. Засунь в него кишки от того же индюка и привяжи себе на живот под фартухом. А я ударю тебя ножом туда, где зоб. Сама понимаешь, ты тогда упади, будто померла. А я индюшачьи кишки наружу выпусти. Я тут возьму дудку, завтра же на базаре куплю. И как только и заиграю, ты сразу должна вскочить на ноги. Зашел как-то богатый кум бедному, а тот его на охоту приглашает. Жена, дай-ка охотничью сумку, да пошевеливайся. И так целый день покоя от тебя нет, а тут еще пошевеливайся. Замолчи, поняла? Лучше не перечь мне. Ах, еще и не перечить. Не замолчу и все. Ну, тут они цепились друг к другу в волосы. А муж схватился за нож, да как ударит жену прямо в живот. Она упала, как подкошенная, и кишки наружу. Богач весь задрожал. О, боже мой, кум, что ты натворил, убил жену. Не беспокойся. У меня есть волшебная дудочка, которая воскрешает мертвых. Он достал дудочку, едва принялся играть, как жена тотчас же вскочила, словно ее и не трогали. Богач принялся просить. Кум, продай мне дудочку. Совсем с ума сошел. Да разве можно такой вещи лишиться? И опять попрекнул кроликам, а теперь и осла прибавил. В конце концов, он, само собой, разумеется, продал дудку. Богатый кум отправился во своясе и затеял ссору с женой. Изо всей силы ткнул ее ножом в живот. Жена тут же упала, мертвая, а он и давай дуть в дудку. Да только жена лежит и не шелохнется. Ну, пришел, пристав. Богач рассказал все, как было, про свою сделку с кумом, и бедняка увели в тюрьму. Нет, нет, не прибавить. С умом тоже не надо перебарщивать. Иначе станешь паразитом, а не мудрецом. Человечность-то где у этого вот бедняка? Но, однако, по дороге стражники решили передохнуть. Привязали арестанта к дереву, а сами растянулись на лужайке. Тем временем проходил мимо пастух со стадом баранов и увидев человека, привязанного к дереву, стал его расспрашивать, чем дело. Да вот, хотят заставить меня силой жениться на принцессе, а я не хочу и отказываюсь. Из-за этого меня схватили и ведут в тюрьму. Пастух и говорит, так ты женись на принцессе, лучше ведь, чем помирать-то. А наш хитрец ему в ответ, может, хочешь на мое место, а я твоих баранов пасти буду. Ну, ясно, хочу. И они поменялись местами. Когда пастуха привязали к дереву, он принялся повторять. Я согласен, я согласен. На что ты согласен? Спросила стража. Да жениться на принцессе. Видали дурака. Объясни твои глупые слова, а то мы и не понимаем. Пастух рассказал все, как было, ничего не скрывая. Раз так, сказали стражники, иди с миром на все четыре стороны. Отвязали пастуха от дерева, и он пошел своей дорогой. А тем временем наш знакомец брел себе, посвистывая со своими баранами, весьма довольный совершенной сделкой. Друг, навстречу ему кум богач, увидал его и спрашивает, значит, тебя не упрятали в тюрьму? Ясно, нет. Ведь, если моя дудка воскрешает мертвых, так уж кому ж под силу меня в тюрьму упрятать? А баранов-то кто тебе дал? Да сам сделал. Каким же образом? Пойдем со мной, увидишь своими глазами, как делаются бараны. И бедняк привел богача к водоему, в глубине которого вода оказалась совсем черной, и спросил, чего он хочет больше, маленького барашка или большого барана. Богач сказал, что ясно, большого барана. Тогда бедняк схватил его за плечи и запел, где помельче, барашек поменьше, где потемнее, баран крупно-крупнее. И столкнул богача в водоем, и поспешил прочь со своим стадом, которое и продал весьма выгодно на первой же ярмарке. Друзья, надеемся, никакого резюме не надо. Ну, ни дать, ни отнять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok